Еще весной этого года Владимир Путин решил поддержать отечественное производство инструментов, оснастить ими музыкальные школы. И вот почетные гости привезли в Брянск сертификаты на 30 пианино. Почему избрали именно пианино? Потому что порядка 80 тысяч инструментов находятся в музыкальных школах. К сожалению, процент изношенности 81%. Поэтому это первый инструмент, который востребован. Начинаем с него. Несмотря на то, что у меня в аппарсинале есть электронные инструменты, клавиши, я всегда за живой звук и за то, чтобы дети учились именно по классическим основам. В нашем регионе уже в десятый раз проводится международный музыкальный конкурс имени Татьяны Николаевой. Поэтому Брянск первым получил сертификаты. Потому что сегодня мы будем на открытии конкурса юных исполнителей. А этот инструмент для них, для юных исполнителей. Но я думаю, ни для кого не нужно убеждать в том, что для того, чтобы воспитать из маленькой звездочки большую звезду, нужно приложить много усилий. Нужны профессиональные преподаватели. Но и, конечно же, нужна та материальная база, которая не всегда есть. В мае этого года президентам нашей страны было принято решение об обеспечении муниципальных учреждений и культуры нашими российскими инструментами. И вот сегодня, я думаю, и жителям всей нашей Брянской области, и мне как губернатору приятно, что инициатива президента по обеспечению отечественными музыкальными инструментами начинается в Брянской области. На церемонии открытия конкурса народный артист России Дмитрий Маликов поделился со зрителями своими впечатлениями от встречи с Татьяной Николаевой. И сегодня мы вручаем эти замечательные фортепиано и вспоминаем Татьяну Петровну. На ее концерте мне посчастливилось бывать в конце 80-х, когда я был студентом Московской консерватории. И встречи с такими великими музыкантами, с такими великими пианистами, они, конечно же, навсегда остаются в сердце, навсегда остаются в памяти. И вы большие молодцы, что ее память очень чтите. Более 50 мальчиков и девочек из России, Украины и Белоруссии в течение нескольких дней будут показывать свое музыкальное мастерство на конкурсе. Председатель жюри – декан фортепианного факультета Академии Гнесиных. В составе жюри – внук самой Татьяны Николаевой – Арсений Тарасевич Николаев. В ближайшие три года заменить старые пианино планируется во всех субъектах Российской Федерации. Екатерина Пормон, Владимир Сидоров, События Брянск.